Сувенирные деньги вместо настоящих были выявлены факты, когда в торговых объектах Пинского района с покупателями рассчитывались так называемыми дублями, купюрами с виду похожими на белорусские рубли. Подобные действия могут расцениваться как сбыт поддельных банкнот, и за это не исключается уголовная ответственность. Но ввиду того, что данные нарушения были совершены впервые, должностные лица трех торговых объектов наказание не понесли. Сотрудники госконтроля вынесли им предупреждение, чтобы впредь работниками торговли не допускалось подобного, и они проверяли на подлинность денежных средств, которыми рассчитывается с ними население. Дорожная ситуация в регионе. В Пинске травмирован несовершеннолетний велосипедист. 14 сентября «Опель» на Парковой. На перекрестке совершил наезд на 13-летнего подростка. Тот ехал на запрещающий сигнал светофора. Велосипедист в итоге попал в больницу. Проводится проверка. Столкновение двух иномарок на перекрестке улиц Коржа и Горького. У «Ауди», за рулем которой находилась «Автоледи», разбит вперед. «Фольксваген Поло» получил достаточно серьезный удар в боковую сторону. Предположительно, авария произошла из-за того, что не был пропущен автомобиль, который двигался по главной дороге. К счастью, никто не пострадал. Виновника ДТП установят сотрудники ГАИ. Еще одно дорожное ЧП. «Фольксваген» на улице Центральной поехал на запрещающий сигнал светофора, не разминулся с БМВ и после столкновения с ним совершил наезд на пешеходов – женщину и двухлетнего мальчика. Они в тот момент пересекали проезжую часть по зебре на зеленый свет. Обоих пострадавших госпитализировали. Проводится проверка. По ножовщина в семье из-за ревности. Муж улечил жену в измене, застал ее с новым возлюбленным, который в ходе ссоры пырнул ножом своего соперника. Соседи, услышав крики, вызвали милицию, и ее сотрудники задержали буйного мужчину. Оказывается, он уже был судим за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения. Похоже, герою-любовнику грозит новое наказание. Пинчанин выбросил ветки возле места для сбора мусора и был наказан штрафом. Этот факт помогли установить камеры видеонаблюдения. Они сняли момент, когда ранним утром мужчина в одном из дворов по улице Центральной свалил растительные отходы со своего участка в неположенном месте. Эта выходка предусматривает административное наказание до 30 базовых величин. Везение жительницы Пинска. В Бресте был задержан курьер мошенников, который помог выманить у жертвы крупную сумму в валюте. Милиционеры Брещины по горячим следам задержали 52-летнего жителя Бреста, который принял участие в обмане 81-летней женщины по преступной схеме «Алло, мама». Установлено, что пенсионерке позвонили неизвестные, представились должностными лицами правоохранительной сферы и сообщили, что ее внучка попала в ДТП из-за непривлечения к ответственности необходимы деньги. Женщина передала курьеру 5 тысяч долларов США. Курьера задержали в отделении одного из банков Бреста, куда он пришел зачистить деньги на указанный нанимателем счет. Все деньги пинчанки вернули, что бывает довольно нечасто. По данному факту содействия мошенникам возбуждено уголовное дело. Проверяется причастность фигуранта к аналогичным преступлениям. Еще одна жертва воды в Пинском районе. 14 сентября утонул 47-летний мужчина. До несчастного случая он помогал знакомому сажать голубяку. Потом поехал на речку ополоснуться. Не умея плавать, мужчина полез в воду, не учел, что в этом месте быстрое течение и обрывистое дно. Очевидцы случившегося пытались спасти человека, но безуспешно. За минувшую неделю спасатели Пинского Гручьез вновь выезжали на вызов, когда в одном из домов по улице Железнодорожной в квартире на плите подгорела пища. Аналогичный вызов был через два дня на улицу Центральную, где хозяева тоже не усмотрели за готовящейся едой. Пожар случился и в деревне Клетная Пинского района. Там 15 сентября полыхнуло в котельной жилого дома. Кроме имущества, закопченных стен и потолка, никто не пострадал. Не прекращаются пожары в экосистемах Пинщины. Несколько раз спасатели ликвидировали горение сухой растительности в различных местах нашего региона. Случались они и в населенных пунктах, где огонь, разожженный сельчанами, успевал уничтожить частные постройки. Продолжительное время стоит сухая, теплая погода. Ситуация вызывает много вопросов и обеспокоенность не только в нашей службе, но и у жителей региона. Хочу с уверенностью сказать, что в нашем Пинском районе, в городе Пинске ситуация спокойная, она контролируема, но мы держим руку на пользе. Горели не только трава и кустарник. Были пожары и на территории леса. Хотелось бы обратить внимание на то, что жители нашего города допускают загорание пожара в лесу в черте города Пинска. Территория Молотковичского лесничества от этого часто страдает. Я знаю, что город прилагает большие усилия под умедением порядка, но, к сожалению, из-за близости к жилым массивам население там гуляет много и, в том числе, где-то, может, не потушенный окурок или кто костер оставит. Это самый сегодня проблемный вопрос вообще у нас на территории. Спасатели в очередной раз призывают население Пинска и Пинского района быть осторожными и соблюдать правила пожарной безопасности. Продолжение следует...